Добрый вечер! На связи психолог Евгения Порошина. Сегодня у нас такой спонтанный эфир, вечерний. Будет интересный эфир. Я его назвала так «Психолог как фигурист. Общие моменты в профессии». Будем об этом вместе размышлять. Кто будет записи смотреть в YouTube, потом пишите свои вопросы, размышления, комментарии. Я буду говорить про профессию психолога, фигуриста, но это применимо к любой профессии. Все слайды будут в Телеграм-канале. Открываю первый слайд. Эфир про то, что психолог как фигуристы — общие моменты в профессии. Сейчас скажу, почему решила провести этот эфир. И пока небольшая рекламная пауза. Сейчас быстро скажу, что хотела сказать. Кто ищет для себя профессионального психолога-коуча, рекомендую у психологов супервизорской группы. Это Анна Шешина и Елена Вереветина. На сайте в разделе «Отзывы» они есть. Также на YouTube-канале есть интервью. Также в рассылке дам ссылку на этих психологов. Если есть отклик, обращайтесь, пожалуйста. Также недавно с выпускниками школы записывали интервью. Это ещё психолог Наталья Попова и Александр Астахов. Кто не смотрел интервью, посмотрите. И если есть отклик, необходимость лично обращаться, обращайтесь. Очень рекомендую. И ещё рекламная пауза. Кто рассматривает для себя курс по психологии, по коучингу для себя или для профессии, напоминаю, что в этом месяце кто присоединится в 18-ю группу, будет 7 месяцев в подарок в супервизорской группе. То есть тогда вы идёте обучаться на 9,5 месяцев. Ну, кому важно получить такие бонусы? Сама практика начнётся 1 марта, то есть через 4 месяца. А до этого можно в скайп-чате задавать вопросы, смотреть фильмы, видеоуроки, читать лекции, задавать вопросы. И практика начнётся с 1 марта, плюс дальше сопровождение 7 месяцев в супервизорской группе. То есть, ну, возможно, кому-то достаточно 10 недель. В общем, напоминаю, в следующем месяце будет там поменьше бонусов, 5 месяцев. В общем, такая небольшая рекламная пауза. Также в школе есть открытые уроки абсолютно бесплатно. Можно посмотреть лекции, видеоуроки на страничке курса. Так, слайды в телеграм-канале сказала. Интервью выпускников сказала, практикующих психологов. Что ещё? И также выпускников школы, кто проходил курсы для себя, либо для профессии, приглашаю на интервью. У кого есть время, отклик, пишите, пожалуйста. Запланируем с вами время, день и запишем с вами интервью. Уверена, всем будет полезно. Ваши впечатления от курса и как сейчас у вас складывается жизнь, какие успехи, какие планы, задачи. В общем, буду вам очень благодарна. От меня тоже будут бонусы, обновлённая страничка курса. И могу сделать классную стоимость на супервизорскую группу. То есть в любой поток, если будет необходимость обучаться, ещё в супервизорской группе, могу сделать классную стоимость. Ну вот такие два бонуса могу сделать. В общем, выпускников школы из любого потока, у кого есть отклик, пишите, запланирую время, запишем интервью. Что ещё хотела сказать? Также в рамках школы, друзья-подписчики школы, мы можем организовать, провести открытую супервизию, также открытую публичную консультацию в скайп-чате. Запись будет доступна только подписчикам школы, кто подписан на рассылку. Вот в ближайшие три недели есть такая возможность. Это абсолютно бесплатно. Ну, плата — это публичность. Кто хочет поучаствовать в таких проектах, тоже пишите, запланируем время, выберем день и проведём. Вот, что ещё? Про курс сказала, бонусы сказала. Ну и напоминаю, инвестиции в обучение, в работу с психологом, ну, личное сопровождение — это всегда то, что даёт хорошие дивиденды. Вот, такая небольшая рекламная пауза была, ну, для тех, кому это актуально. Итак, начинаем эфир. «Психолог как фигурист по фигурному катанию. Общие моменты в любой профессии». Открываю слайд. Почему решила этот эфир провести, поразмышлять на эту тему. В то воскресенье была на юбилейном шоу фигуриста Евгения Плющенко. В интернете посмотрите интервью с ним. Если я не ошибаюсь, он четыре или три раза стал олимпийским чемпионом в своём виде спорта. Также, ну, непростая, как постоянно делал какие-то преодоления. И он 35 лет на льду. Первый раз одел коньки в четыре года или в три с половиной. Мама поставила на коньки, коньки подарили. В общем, кому интересно, посмотрите интервью, историю Евгения. На шоу очень понравилось. В социальных сетях, в Инстаграме можете посмотреть, видео, фотографии. Ну, Инстаграм сейчас в России запрещена. Вот, ну, можете посмотреть. И всем рекомендую, в тех городах, где Евгения выступает, посмотрите, очень классно. Такие песни Димы и Билана были патриотичные, мотивационные. То есть глубокие смыслы передаются через это искусство, ну, катание на льду. Вот. И поэтому решила провести этот эфир. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Я недавно посмотрела два его интервью, очень понравился. Ему сейчас 81 год, он также тренирует и олимпийских чемпионов. То есть, ну, делает своё дело и в этом возрасте. На Ютубе есть интервью, можете посмотреть. Очень глубокие смыслы. Рекомендую всем посмотреть. Найдёте параллели с любой профессией. Добрый вечер. Будут вопросы, задавайте. Сегодня провожу эфир. Также и для тех, кто в записи будет смотреть тема эфира «Психолог как фигурист. Общие моменты в профессии». Возьмём тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. То есть он в профессии уже 50 лет. Вот я сказала, ему 81 год, и он до сих пор работает и делает важное дело. Также и в профессии психолог-коуч. Когда психолог-коуч определяется, всё, это моя профессия, то можно тоже долго работать в этой профессии. Понятно, бывает по-разному. Бывает у фигуристов, что фигурист катается, катается, а потом меняет профессию. Так бывает. Но если человек определился, в этой профессии можно быть постоянно, развиваться. Да, понятно, 80 лет уже невозможно взять олимпийское золото и соревноваться с молодёжью, но можно быть тренером. То есть в профессии можно по-разному развиваться и в любом возрасте. Также у психологов. Для меня пример Мелани Кляйн, Юнг, кто ещё. Ну, а потом телесный терапевт Александр Лоуэн, вроде бы, он до 95 лет прожил, тоже долго работал. То есть в любой профессии очень много долгожителей, кто работает. Также для меня пример актёр театра, кино. Это Георгий Штиль. Он в Санкт-Петербурге до сих пор играет в театре. Можно купить билет, сходить. То есть и в 90 лет можно делать своё дело. Тут без разницы, какую профессию мы выбираем. Если мы берём профессию психолог, то тоже в этой профессии можно развиваться. И вот такая фраза Алексея Мишина. Его спрашивали про его учеников, и он с разных сторон отвечал, и он сказал о том, что периодически говорит своим подопечным, ну, кто, например, берёт олимпийское золото, он говорит о том, спасибо, что вы мне позволили стать тренером олимпийских чемпионов. То есть, ну, как в любом деле есть позиция мы. Берём психолога, преподавателя, тренера. То есть берём психолога, да? Психолог проводит консультацию или преподаватель учит, а ученик учится. И только вместе можно сделать общее дело. То есть важно снимать корону, как важны два участника условно. То есть тренер может стараться делать своё дело, но если ученик не готов, никакое дело не получится. Мы же вместе также размышлять, также и в профессии психолог-коуч. Тоже очень много моментов. То есть психолог может дать клиенту классные результаты, если есть потенциал у клиента, если сам клиент готов эти классные результаты раскрыть, раскрыть свой потенциал. Ну и только вместе можно сделать общее дело. У кого есть время, желание, посмотрите, пожалуйста, интервью Алексея Мишин в Ютубе. Я пока 2-3 интервью посмотрела очень глубоко. И в своём возрасте он очень здравомыслие, очень образованный, умный, начитанный. Говорит о том, что постоянно надо что-то новое в профессии добавлять. Также и у психологов постоянно надо за новинками следить, как-то улучшать свой стиль консультации, что-то ещё. То есть я говорю про Алексея Мишина, но вы послушаете это интервью. В принципе, это применимо в любой профессии. Также Алексею Мишину задали вопрос про то, что фигуристы, когда выходят на классные результаты, они меняют тренера. Мне понравилось, как он ответил. Он говорит, что это нормально. Бывает, и семейные пары разводятся. То есть это жизнь. Что ещё он сказал? Бывает, ученик уходит, когда тренеру больше нечего дать спортсмену, либо когда ученику кажется, что тренеру нечего дать спортсмену. Либо он говорит, ученик уходит из тренировок, когда его переманивают, например, как могут сказать, что, например, уходите от Евгения Плющенко, вы погибнете под его тенью, славы, что-то ещё. Но смысл такой. На каждый вопрос в интервью он с разных сторон отвечал. И как очень интеллектуально развит в своём возрасте. Супер для всех пример в любой профессии. И в этом возрасте можно здраво размышлять и профессионально продолжать делать своё дело. У кого будет время, посмотрите интервью. Такие знаковые фигуры. Алексей Мишин, потом Евгений Плющенко. Ему 40 лет, а уже он до сих пор остаётся на льду, делает шоу. В 40 лет кто-то уже уходит из профессии, а Евгений Плющенко по фигурному катанию он остаётся. То есть главное — любить своё дело. И возможно, что уже сложно пятую олимпийскую медаль получить, но можно делать красивые шоу, можно учить учеников. То есть Евгений Плющенко презентовал учеников своей школы разных возрастов. Очень красиво. У кого будет возможность, сходите на концерт Евгения Плющенко. И вот на концерте Алексей Мишин был. Евгений Плющенко с ним уже 20 лет. То есть как навык сохранять долгосрочные взаимоотношения. Я открываю следующую публикацию. Все слайды в телеграм-канале будут. Также на концерте второй тренер Евгения Плющенко была, Тамара Москвина. У неё тоже такой красивый возраст. Продолжает тренировать. В Ютубе есть интервью. Тоже очень интересный тренер. Просто для себя полезно послушать её видео. И с любой профессией мы можем найти параллели. У неё брали интервью, спрашивали про то, что кто-то получил медаль. Она говорит, как они заслужили свою медаль. То есть спортсмены тренируются 6 раз в неделю, 2 раза в день по 3-4 часа. Да, они любят своё дело под красивую музыку, в красивых костюмах занимаются. Да, это непросто, но в целом им это нравится. Я перевожу на профессию психолог-коуч. Как понять, ваша эта профессия или нет? Ну, я могу привести примерно о себе. Я, в принципе, тоже каждый день 6 дней в неделю по 6-8 часов тоже занимаюсь психологией. То есть я что-то изучаю, мне что-то интересное. То есть я не всегда чувствую, что это работа. То есть мне это нравится. Да, есть моменты, когда надо себя заставлять. Вот сегодня подготавливала для маркетолога информацию про книгу, кто потенциальный читатель книги. Надеюсь, скоро смогу презентовать книгу. В общем, мне это было интересно писать. Немножко сложно, да, себя заставила. Я 3 часа сидела, писала. Потом что ещё? Вот ещё хочу подготовить интересные книги по материалам курса, чтобы… Ну, курс школы сейчас стоит 200 тысяч. Понимаю, что не все могут оплатить эту сумму. И, возможно, кто-то через книги может пройти курс. Посмотрю. Надеюсь, всё сложится. Не буду фантазировать. Но цель такая есть, чтобы и через книги можно было получить качественные лекции, информацию по психологии, по коучингу для тех, кто выбирает эту профессию. Если брать выступление Евгения Плющенко, я билет покупала 2 300. Ну, как красивый обзор. Понятно, там разная стоимость. Ну, я перевожу это на профессию психолог-коуч. То есть у меня курс стоит 200 тысяч. Понимаю, не у всех есть возможности оплатить. Ну, поэтому буду стараться, ну, как книги сейчас подготавливать. Если брать олимпийских чемпионов, либо как спортсменов, у них есть тренер. А нам, психологам, как… Ну, я про себя думаю. У меня же нет тренера, меня никто не заставляет. То есть сама себя немножко как… Буду мотивировать. Вот ещё книги хочу подготовить. Ну, кропотливо надо собрать, как это в книге, красиво. В общем, буду тоже немножко себя заставлять, как фигурный… Как фигуристы. Да, им всё нравится. Но это 6 дней в неделю, по 6 часов. И есть моменты, где надо прикладывать усилия. То есть если они могут делать какой-то прыжок, 2 вращения, им надо научиться делать 3 вращения. И это через усилия, через сложности. Или берём Евгения Плющенко. У него, когда была травма на позвоночнике, то есть и он смог, как сказать, пройти этот путь и опять какую-то вершину завоевать в спорте. То есть тоже такой пример, что мы в любой профессии можем немножко себя преодолевать. То есть для блага, для себя, для других, двигать профессию вперёд. Ну, мы берём психологию, фигурное катание, что-то ещё. И как понять психологу, коучу, ваше это или не ваше? Если вам нравится 6 дней в неделю, по 6-8 часов изучать психологию, скорее всего, на 99% именно профессия психолог, коуч, консультант, целитель – это ваша профессия. И надо выходить на результаты, надо выбирать обучающую программу по своим возможностям, по своим желаниям и начинать тренироваться с тренером через обучающие программы, то есть в моей школе или в других школах. То есть главное начать обучение. То есть, скорее всего, это ваше. Но мне такие пришли мысли, аналогии, вот как у Тамары Москвиной спортсмены 6 дней в неделю тренируются по 6 часов, по 6-8 часов. Я это перевожу на себя, то есть по психологии что-то изучать. То есть каждый день, 6 дней в неделю, по 6-8 часов я, в принципе, это делаю, но не в фигурном катании, а в психологии. И это тоже такой ключик понять, как для тех, кто ещё не работает психологом, выбирает для себя курсы, программы, книги и так далее. Это может вам помочь определиться, ваше это не ваше, плюс увлечённость делом, гениальность, увлечённость делом, она передаётся. Приведу эксперимент с Нобелевским лауреатом. Проводили эксперимент за границей, Нобелевский лауреат, человек гениальный, увлечённый своим делом, он читал лекции студентам. И те студенты, которые долго были в поле этого Нобелевского лауреата, они все в жизни состоялись. Кто-то пошёл по стопам лектора, а многие в других направлениях, кто-то в политике, кто-то в спорте, но все ключевые были увлечены этим делом. Может быть, немножко другим, но всё равно вот эта увлечённость делом, она передаётся. Подумайте об этом, поразмышляйте. В общем, у кого будет время, желание, посмотрите интервью Тамары Москвиной, тоже гениальный тренер, в любой профессии можете провести для себя параллели. Открываю следующий слайд. Также интервью можете посмотреть Александра Трусова. Кажется, она второе место заняла на Олимпийских играх в 2022 году. Посмотрите интервью про её путь. Вроде бы сейчас ей 18 лет. Вот на шоу Плющенко она тоже выступала. И интервью смотрела про неё, что в своём городе она всегда старалась быть лучшей, когда занималась. И что её отличало от многих спортсменов, что она делала, что говорит тренер. Иногда она плакала, то есть было ей тяжело, но всё равно продолжала тренироваться. Возможно, так же и в любой профессии. То есть что-то нам тяжело, но мы всё равно делаем, потому что мы выбрали это дело, оно нам нравится, и это наша миссия, можно так сказать. И когда мы занимаемся своим любимым делом, это как зонтик, условно, который нам помогает в любую погоду закрывать нас от каких-то неудач, невзгод. Может быть, такая метафора будет понятна. То есть общество нас обязывает жить социальной жизнью, то есть заниматься каким-то важным делом. Тогда у нас больше счастья, радости, денег и так далее. Дальше. Анна Щербакова завоевала, заслужила своё олимпийское золото. В 2022 году можете посмотреть интервью с ней. Очень тоже интересное интервью. У неё спросили про фигурное катание. Она говорит, я рада, что в таком молодом возрасте я нашла любимое дело, фигурное катание. Мне много чего дало. То есть поизучайте, посмотрите интервью очень достойно. Дальше. Также рекомендую книги Алексея Мишина «Фигурное катание как космический полёт» и «Фигурное катание для всех». На литресе, также в печатном формате можно эти книги изучить и с любой профессией провести параллели. Общие моменты есть с любой профессией. Мне понравилось, что Алексей Мишин говорит про инновационные методы подготовки, основанные на новейших научных достижениях. Это в любой профессии. Если берём мой курс, например, мой курс «Профессия психолог-коуча» для себя или для работы, он сжат. Можно за 10 недель пройти этот курс «Теория-практика». Можно, конечно, это растянуть на 5 лет. То есть в любой профессии есть то, что двигается вперёд. Если мы берём онлайн-образование, плюсы онлайн-образования, нет транспортных расходов из любого города, из любой страны, можно проходить обучение. Понятно, и обучение вживую тоже важно. Есть плюсы и минусы в любом виде. Дальше. Напоминаю, сегодня психология в кризисе, нет единой теории. Поэтому мы идём к тому, что необходимо создать какую-то общую теорию, потому что разные направления, как кусочками мы что-то изучаем. возможно, на нашем веку как в психологии появится как единая система, которая объединит все направления. На сегодняшний день, как я понимаю, единое что? Что входит в новый фундамент, основа психологии, что энергия равно материя. Или что первичное? Курица или яйцо. И то, и то важно. Или мысль — это тоже материя. Да, тело — это материя, но мысль — это тоже материя, но она в другом виде, не в таком проявленном, как тело. Дальше. Психическое здоровье — это аутентичность и адаптивность. А аутентичность, когда мы являемся собой в любой роли и можем удовлетворить свои потребности, мы адаптивны. То есть у нас хороший контакт с внешней средой. Мы ставим цели, их реализуем, и всё достаточно хорошо. И напоминаю, клиенты-психолога — это более-менее психически здоровая аудитория. Понятно, по статистике у многих разрушенная психика. В психике есть островки, эмоциональные травмы, которые надо исцелить. И по факту, конечно, психолог на практике сталкивается с нездоровыми элементами. Но если берём мой курс, он как базу даёт, а дальше через практику повышаем квалификацию. И чем полезна работа с психологом? Вот я презентовала свой курс, также презентовала выпускников школы, кто сейчас работает с клиентами. Это психолог Анна Шешина, психолог Елена Веревитина, психолог Александр Астахов, психолог Наталья Попова, и другие выпускники. Если берём этих выпускников, которых сегодня я презентовала, каждый психолог уникальный, со своим жизненным опытом, навыками. Общее, ключевое — это профессионализм. И важно выбрать своего психолога. Чем полезна работа с психологом, если вы обратитесь в личную работу? Вы сможете удовлетворять свои потребности и быть хорошо адаптивными и аутентичными. То есть часто у нас бывает разделено голова, мысли, сердце, эмоции и тело, ощущение, интуиция. При работе с психологом это всё как в гармоничном союзе. У нас хорошая связь с внешней реальностью. Реальность для нас как достаточно хорошая грудь, достаточно хорошая мама. Мы не в розовых очках, мы адекватно видим реальность и можем удовлетворять своей цели, желания, потребности. У нас больше счастья, радости, денег. И в этом помогает также работа с психологом. Жизнь обязательно будет меняться. Добрый день, будут вопросы, задавайте. Также эфир будет в записи. Сегодня говорю о том, что психолог как фигурист, также психолог как шаман про наши эмоциональные состояния, про навык входить в транс. Вот такая картинка, да? Норма — это где кружочек? А есть ещё мания, депрессия, дальше шизофрения, паранойя условно. Расфокусировка и концентрация. И вот на этом слайде мы видим, что норма, когда мы погружаемся в токсичные фантазии клиента, мы должны выходить за пределы нормы, погружаться в эти фантазии и выводить оттуда клиента. Поэтому психолог условно, метафорой, он как шаман. Он может погрузиться в фантазию клиента, но он может оттуда выйти и вывести клиента. Плюс эмоционально, конечно, психолог может проживать разные состояния, тоже как актёр. И эмоции — это хлеб психолога. Хотим мы или нет, психолог должен быть как шаман, как актёр и в чём-то как фигурный, как фигурист. То есть тело должно быть развито. Если здоровое тело, если здоровая психика, здоровое тело. Ну, в целом. То есть это взаимосвязано. Нельзя отделить душу, психику от тела. То есть курица от яйца, это всё связанная энергия, равно материя. Если берём статистику, то у каждого пятого человека есть алекситемия. Это неспособность распознавать свои эмоции, а значит удовлетворять свои потребности. Отсюда дезадаптивное поведение. Человек ставит цель и никак не может её реализовать. И работа с психологом помогает распознавать свои чувства. А значит удовлетворять свои потребности, ставить цели и их реализовывать. Поэтому хотим мы, не хотим, но психолог и коуч где-то и как актёр, и как шаман. То есть мы этими навыками обладаем. И по статистике, конечно, есть часто задержка психического развития, созависимость, незавершённая детская сепарация у клиентов. Ну, это есть. Если брать социальную иерархию, чем мы выше, тем психика более крепкая, можно так сказать. Но если мы берём задержку психического развития, если в животе у мамы нам было небезопасно, мы замираем. Ну и потом во взрослом возрасте через психолога, через телесного терапевта, через... Если мы берём фигурное катание, да, через спорт, элементы телесной терапии, как через тело, мы быстрее что-то меняем в психике. То есть вот представим олимпийского чемпиона, чтобы ему прыгнуть какой-то четверной разворот, ему надо превзойти и тело, как превзойти себя на телесном уровне, но и на психологическом уровне тоже что-то меняется. Если мы берём современные открытия в психологии, то работая с телом, мы помогаем клиенту получить более быстрые результаты. Поэтому всем рекомендую, если вы ходите к психологу, обязательно дополнительно для себя плавайте, поите, танцуйте, ходите на телесную терапию, на массаж и изменения в психике будут более быстрее, а значит и исцеление жизни, какие-то, как, ваши желания, цели, потребности, они будут быстрее реализовываться, если будете работать с телом. Подумайте об этом, поразмышляйте. Плюс я размышляла для себя, вот в такси я спрашивала у водителей, как занимаются ли они спортом, плаванием, бассейн, спортзал, и многие ходят в бассейн, в спортзал, и психические, ну, крепкие, потому что, ну, работая с разными людьми, в такси, психика тоже должна быть устойчивая, чтобы не брать другие мысли, чувства, образы других людей, особенно негативные, чтобы уметь быстро от этого восстановиться. И вот по статистике я эксперимент не проводила, но я просто спрашивала, общалась с водителями, там, я не знаю, из 10 человек, 8 человек ходят в спортзал, в бассейн, занимаются спортом. И более счастливые, гармоничные, но я размышляла, этого достаточно? Я думаю, нет, надо ещё развивать голову, интеллект. И только в комплексе это даст очень классный результат. Ну, тогда можно будет выходить на новые, как ступеньки развития, в социальной иерархии, там, в профессии и так далее. Вот такие мысли можем вместе размышлять. Добрый вечер. Сегодня провожу эфир. Эфир будет в записи на YouTube. Также психолог, как фигурист. Вот, об этом размышляла. Что ещё? Ну, и привела пример, что сегодня есть более методы, более лучшие методы работы с психикой. Если мы берём психоанализ, Фрейда, он работает, но более долго. Надо ещё подключать, то есть работа словом, с психикой и работа с телом. И только в комплексе это даст классный и быстрый результат. Вот. Ну, такое моё мнение. Можем вместе размышлять. Так, всё сказала. Так, ещё какой слайд не показала. А вот этот слайд слушала интервью психолога Олега Матвеева. Он психолог, переводчик. В общем, поизучайте его биографию. Он говорил о том, что один психиатр сказал, если вы разговариваете с шизофреником, как с обычным человеком, другие думают, что перед ними два шизофреника. Он приводил свой пример, как-то он переводил семинар, и одна женщина вскочила и говорит, вы неправильно переводите, уберите этого переводчика со сцены. А Олег Матвеев говорит, а вы знаете английский язык? Она говорит, нет, но я чувствую, что вы плохо делаете свою работу. То есть вот такой элемент неадекватности и это можно проигнорировать. Потом ему коллеги сказали, что всё нормально, на каждом семинаре вот эта женщина так себя ведёт периодически. Это тот пример, что когда человек себя неадекватно ведёт, нам не надо с ним разговаривать, как с обычным человеком, иначе другие подумают, что перед ними два шизофреника. Ну такая классная фраза психиатра. Подумайте, как это примените для своих ситуаций в жизни. Например, берём социальные сети. Человек не пишет своё имя, фамилию, не представляется, кто он по профессии, даже не ставит свою фотографию, а там, например, фотография котика или фотография отрезанной головы, условно. То есть даже по картинке и потому, что человек прячется, мы можем понять, как, ну, возможно, перед нами психически нездоровый человек и нет смысла с ним вступать в переписки, в диалоги. Ну, вот поразмышляйте над этой фразой психиатра. Также на Литресе есть книги Олега Матвеева про эмоциональный интеллект, про ремонт жизни. Студентам в библиотеку я добавила в раздел ТОП «Телесно-ориентированная психотерапия». Вот эти две книги, они есть. Если интересно, поизучайте. Я тоже более глубже хочу почитать. Ну, я многое знаю, но, может быть, какие-то детали не знаю. Вот очень рекомендую. Классные книги их добавила в библиотеку школы. Вот. Все слайды показала. Ну, еще раз приглашаю на курс «Получи навыки психолога, коуча для себя или для профессии». За 10 недель новая группа стартует через 4 месяца, 1 марта, и присоединиться можно уже сегодня, начать смотреть видеоуроки, лекции, фильмы, задавать вопросы в скайп-чате. И кто присоединится пораньше, в этом месяце вы получаете в подарок бонус 7 месяцев сопровождения после курса в супервизорской группе. То есть, по факту, у вас обучение будет 2,5 месяца, это 10 недель, плюс 7 месяцев, это 9,5 месяцев. То есть, для кого важно получить эти бонусы, напоминаю, в этом месяце их можно получить. В следующем месяце уже будет меньше бонусов. Также, кто ищет для себя психолога, напоминаю, я тоже провожу консультации по психологии, по коучингу, по телесной терапии. То есть, лично в Санкт-Петербурге провожу и также онлайн провожу консультации. Стоимость консультации у меня 10 тысяч рублей и одна консультация длится час 30. Вот. Кто также для себя ищет профессионального психолога, коуча, рекомендую выпускников школы, с кем мы записывали интервью в Ютубе, можете посмотреть. Это психолог Наталья Попова, психолог Александр Астахов. Там есть работа в группе, личное сопровождение. То есть, пересмотрите эфиры, то есть, на... как... стучите и вам откроют. то есть, возможности можно найти всегда своего психолога по своим финансам, по своим душевным приоритетам. И напоминаю, инвестиции в обучение либо в работу с профессиональным психологом — это то, что даёт хорошие результаты, проверила на себе. До сих пор обучаюсь, повышаю квалификацию. И вот 28 ноября у меня тоже повышаю квалификацию 3 недели с 10 до 6, заканчивая курс по комплексной телесной терапии. То есть, я тоже до сих пор плачу за работу с коллегами. То есть, мне это интересно и это то, что и меняет мою жизнь в том числе в лучшую сторону, больше счастья, радости, денег и так далее. Поэтому всем рекомендую обращаться за профессиональной помощью. И рекомендую психологов супервизорской группы, психолог Анна Шишина и психолог Елена Веревитина. Мы в этом году занимаемся 5 месяцев вместе. Аня и Лена тоже проходили обучение в школе, они тоже работают с клиентами сегодня, сейчас, поэтому обращайтесь, есть интервью и дам на них ссылки в рассылке в почте. Обращайтесь, находите своего психолога или как тренера, как по фигурному катанию условно и выходите на результаты. Важна позиция мы и кто ищет, тот всегда найдет. Добрый вечер, уже заканчиваю ее эфир, эфир будет в записи и подводим итоги. Все слайды есть в телеграм-канале, чтобы вы могли для себя вспомнить фамилии, о которых я говорила, пересмотреть интервью. Смысл такой, психолог как фигурист или в любой профессии есть общие моменты. И также, если мы берем олимпийских чемпионов по фигурному катанию, это люди, которые любят свое дело. Понятно, не все остаются в профессии навсегда. Вот как, например, Алексей Мишин 81 год и он до сих пор делает свое дело, тренирует специалистов по фигурному катанию. Или Евгений Плющенко, ему 40 лет, он до сих пор катается на льду, хотя многие в этом возрасте уже уходят с профессии. Если мы проводим аналогии с профессией психолог-коуч, да, есть люди, которые остаются в профессии навсегда. Ну, важно любить это дело, но нет ничего плохого, хорошего. Есть моменты, когда кто-то потом меняет профессию, это тоже нормально. Или берем фигурное катание, можно для себя кататься как любитель. Я вот когда-нибудь, у меня есть мечта тоже научиться немножко кататься как любитель, но пока это просто мечта. Сейчас я два месяца уже два с половиной месяца плаваю, осваиваю технику кроль. То есть два раза в неделю я плаваю как любитель. Ну, и для спорта, и как телесная терапия. То есть я вижу для себя эти параллели. Понятно, я олимпийским чемпионом по плаванию не стану, но для себя я могу выбрать. И многие люди плавают для себя, для души. так же и психологией можно заниматься для себя, для души, получить навыки психолога, то есть как чтобы в своей профессии, например, кто-то массажист, косметолог, руководитель, юрист, бухгалтер, то есть в любой профессии навыки психолога всё равно нужны. Мы общаемся с людьми и бывает после общения с каким-то человеком нам на душе плохо. И нужны навыки как навыки психолога. Надо знать как очиститься от этого и чтобы быть радостными, счастливыми, не обижаться на клиентов и людям становится хорошо с нами и люди возвращаются. И без разницы парикмахер, мы юрист, руководитель, бухгалтер. Но если у нас есть навыки психолога, они помогут в любой профессии. Так же как фигурным катанием можно заниматься для себя или плавать для себя. Вот как я привела свой пример, это тоже помогает сделать жизнь более радостной, счастливой. Так же и профессия психолог-коуч можно изучать психологию для себя. Пожалуйста. Но как я понимаю, останутся в профессии именно те, кто любит это дело? Как понять, это ваша профессия или это просто вот как я плаваю для себя как любитель? Если вы шесть дней в неделю по шесть, по восемь часов изучаете психологию, скорее всего у вас есть талант психолога и это то дело, в котором вы можете остаться навсегда. вот как Алексей Мишин, тренер по фигурному катанию, ему 81 год и он до сих пор в этой профессии. Понятно, посмотрите его интервью, он высоко интеллектуально развит, у него много интересов, но профессия одна условно. также и вот кто остаётся в профессии психолог-коуч, именно те, кто любят это дело, выбирают для себя. И вот такой элемент, что фигурные спортсмены по фигурному катанию, они тренируются шесть дней в неделю, два раза в день по три-четыре часа. Но я говорила, провожу аналогию по себе, я тоже где-то шесть дней в неделю фанатично что-то изучаю, что-то смотрю, то есть тоже как фигуристы. То есть скорее всего, если вы тоже шесть дней в неделю по шесть, по восемь часов что-то делаете увлечённо, скорее всего, это ваше дело. Но если берём психологию, вы увлечённо изучаете психологию, готовы платить деньги, что-то изучать, или читаете книги, видеоролики, скорее всего, это ваше дело, и надо им дальше заниматься. Также в Ютубе жду ваши размышления, комментарии, и желаю получить для себя какие-то важные смыслы в любой профессии. кто у нас онлайн есть в эфире, есть вопросы, размышления, комментарии, пишите в чате. Если есть желание, могу ещё немножко побыть, и заканчиваем. Сегодня такой вечерний эфир. посмотрите интервью Плющенко Алексея Мишина интересно. Плющенко рассказывал про то, как он выступал на Олимпийских играх, победил кого-то в своём виде спорта, и пришёл домой, не мог уснуть. На следующий день ему опять выступать. Он мысленно уже представил, как он победил, занял первое место, и когда проснулся, пошёл как на сцену и падал, не смог это повторить. И Евгений Плющенко говорит о том, что есть моменты, с которыми я могу поделиться. Он может поделиться как со своими подопечными, или он говорит в Сочи, когда выходил кататься, чтобы не упасть, в грязь лицом откатать программу нормально, хотя он и уже великовозрастный. И когда на трибуне все начали кричать «Женя, за Россию!», он говорит, как со всех сторон, как я поняла, идёт передача внутренних состояний. И надо быть психологически здоровым, физически готовым. То есть несмотря на вот эту энергетику, которая идёт от всего зала, коллективной энергии сохранять как спокойствие и откатать свою программу как положено, как надо. Ну, как, если мы берём психолога, у нас же тоже, как, чем больше наш психологический контейнер, мы можем выдерживать разные состояния других людей, и оставаться условно трезвой мамой. Ну, если берём Евгения Плющенко, он энергетику чувствует людей, там, «Женя, за Россию!», вперёд! И в то же время он с аудиторией, то есть он слышит зал, и он как катает свою программу, ну, там, под музыку, как он тренировался, но всё равно, или как перед Олимпийскими играми, в сам момент игр, да, спортсмен тренируется, с тренером всё нормально, а когда это этап соревнований, когда уже, ну, официальное шоу, спортсмен может переволноваться и хуже откатать программу условно. Ну, если мы берём профессию психолог-коуч, у кого есть желание, посмотрите интервью Евгения Плющенко, многие моменты для себя интересные вы найдёте, которые применимы и к профессии психолог-коуч, то есть мы тоже работаем с энергетикой, ну, группой, либо одного человека, и важно как уметь с этим, как работать с энергией, вот, тогда мы счастливы, радостны, здоровы и можем осознанно там, ну, каждый день как реализовывать свои цели, задачи, ну, и давать людям тоже классные результаты и обращение к подписчикам, кто смотрит YouTube-канал, в социальных сетях мои видео, что ещё хотела сказать, чем я делюсь, пожалуйста, применяйте это в жизни и желаю, как, ну, чтобы в вашей жизни были позитивные перемены, иначе зачем смотреть мои видеоролики, то есть, ну, значит, вы не того психолога смотрите, обязательно, если, ну, как я понимаю, если мы смотрим видеоролики психолога, коуча, как, наша жизнь, она обязательно должна меняться, либо надо поменять психолога, кого мы смотрим, ну, вот такое моё мнение, вот такое обращение к подписчикам, вот, желаю получить для себя важные, нужные смыслы по своим целям, задачам, по своей профессии, и желаю равняться на олимпийских чемпионов, на фигуристов, которые любят своё дело, остаётся в профессии, и показывают нам психологию высших достижений, и в любой профессии мы тоже можем быть новаторами, и выходить на какую-то новую ступеньку, и в каком-то смысле, ну, как на своём месте немножко можем быть олимпийским чемпионом, если брать меня, я вот анализирую, я тоже постоянно как делаю растяжку в психике, когда я начала вести курс, я его проводила за 5 тысяч, потом за 10, потом за 20, потом за 40, потом как прыжок сделала за 100 тысяч, ну, понятно, я и курс улучшала, как занималась своей психикой, то есть не на пустом месте, но для меня это был как прыжок, я провожу аналогию с фигуристами на льду, они вот умеют делать два прыжка в разворот, потом учатся три делать, и я провожу аналогию, так и я, а потом через время почувствовала уверенность, стоимость курса я уже, как увеличила, курс уже стоит 200 тысяч, я провожу аналогию с Евгением Плющенко, то есть смысл такой, мы можем больше, где-то мы можем и психически, и физически выйти на новый уровень, да, для этого надо трудиться, заниматься в любой профессии, но мы можем на этот уровень выйти, и не обязательно быть олимпийским чемпионом, в каждой профессии эти моменты, они схожи, конечно, мы можем остановиться в развитии, но тогда будет меньше денег, меньше радости, меньше счастья, и всё-таки как наше нормальное состояние, мы стремимся всегда расти вверх, как дерево, вверх и вширь там корни пускаем, то есть нам постоянно надо расти, тогда мы счастливы, радостны, здоровы у нас, ну, всё достаточно хорошо в жизни, конечно, если психика больная, сложно расти, но всё равно есть деревья, которые в любых условиях растут, если переводить на профессию психолог-коуч, для моих подписчиков, кто в ютубе смотрит, периодически общаюсь с подписчиками, подписчики разные, для тех, у кого сложности с финансами, кто постоянно болеет, кто изолирован от жизни, сидит дома в четырёх стенах, никуда не выходит, очень рекомендую взяться за себя, за свою жизнь, очень рекомендую обращаться к психологам, то есть найти хорошего психолога, профессионального, можно на любой кошелёк, консультация от тысячи рублей и выше, и можно получить профессиональную, качественную помощь, сопровождение, психика меняется, а значит меняется жизнь, желаю условно метафорой не забивать на себя, а заниматься своим психологическим здоровьем, возьмём пример зубным, свой пример, одно дело, забила на себя, не обращала внимания, то есть, например, зуб заболел, и когда условно его уже надо вырывать или не вырывать, сохранить, не сохранить, и тогда я пошла к зубному, у меня потом была мысль, ну, два года назад, не помню, это насколько надо запустить своё здоровье, чтобы, ну, так не заботиться о себе, вот, как, переводите на свои ситуации, у нас есть раны в душе, как больные зубы, и мы можем так запустить, что, возможно, там объём работы для психолога на два года, но это длинный путь, но он самый короткий, другого пути нет, условно, как, представьте, к стоматологу, мы идём, если у нас точка, ну, постепенно, системно надо там внести какие-то улучшения, это может растянуться на год, на два, но другого пути нет, надо спокойно, планомерно заняться своими зубками, также и психикой, если у нас, условно, психика разрушенная, там много ранок, да, год-два, надо системно походить к психологу, да, если мы хотим ускорения, обязательно надо заняться своим телом, либо ходить ещё на телесную терапию, либо дополнительно там плавать, танцевать, ходить на массаж, тогда да, всем рекомендую, кто хочет более быстрых результатов с психикой, обязательно включайте тело, то есть через тело мы обходим сопротивление по эмоциональным травмам, то есть через тело мы быстро получаем импринт, отпечаток, то есть исцеляя тело, мы исцеляем жизнь, и это более быстрый путь, современный, можно так сказать, и понятно, надо интеллект, разум подключать, беседовать с психологом, и если в комплексе работа с телом и работа словом, это даст более быстрый и качественный результат, поэтому рекомендую подписчикам, ну, с кем мы лично общались, у кого непростые ситуации в жизни, рекомендую не забивать на своё психологическое здоровье, физическое, и постепенно, шаг за шагом, в своём темпе желаю исцелять свою жизнь. Я также на Ютубе делилась классными техниками, золотой петух на одной пружинке, ой, на одной ноге, то есть даже дома через интернет посмотрели разные телесные практики и делаем системно каждый день хотя бы 30 дней, вы тоже увидите эффект, то есть важно искать возможности, вот. Всё, такой вечерний эфир. Рада вашим вопросам, размышлениям, комментариям, и увидимся в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok